привет друзья привет всем подписчикам моего канала продолжаем рубрику видео ответов что-то я ее запустил но все мы наверстаем я читаю ваши комментарии ваши вопросы и вот буквально недавно после того как вышло видео ловли на зигрек я там упустил момент много задавали вопросов расскажи как правильно забросить зигрек на самом деле оснастка своеобразная и в период жары может быть часто эффективным что себя представляет зигрек это обычный шарик либо поп-ап с маленьким крючком и и особенность его в том что поводком является леска она может быть там от метра там до 10 зависимости от глубины потому что ловит бывает прямо у самой поверхности если глубина ловли 8 метров на чего надо поставить 8 метровый поводок и есть особенности его заброса если длина зига у вас до двух метров в принципе можно и без проблем забрасывать никуда не закрепляя саму оснастку если еще какой-то легкий ветерок дует его в бок так натягивает то без проблем вы забросите он не запутается самое важное правило заброса зига чтобы у вас была заклипсована удилище зачем это нужно после того как у нас груз летит леска доходит до клипсы а поводок зига по инерции идет вперед тем самым он вытягивается грузила у нас падает воду и за ним поводок ровно вертикально опускается если же вы до клипсы не добросили то грузило стремится в воду и поводок может закручиваться вокруг шук лидера или лидкора второй нюанс целесообразно обрезать лидкор буквально там до пяти сантиметров чтобы было таких два коротких плеча и поводок меньше путался что касается монтажей 50 процентов ловит на эмоции инлайн 50 процентов ловит про боков на клипсу я пробовал и так и по-другому и пришел к выводу что для меня комфортнее ловить на клипсу почему инлайн не отстегивается и когда вы вытаскиваете рыбу у вас это получается как дополнительный маятник он раскачивается и рыба частенько у меня сходила безопасные же клипсы можно сделать так что после поклевки у вас будет соскакивать груз да просто напросто либо подрезать конус и либо его растянуть чтобы он легко спадал да вы теряете грузило но у вас нет вот этого дополнительного рычага которым может рыба воспользоваться чтобы сойти что делать если зигрик больше двух метров в данном случае вот я для примера сделал поводок 5 метров я расскажу несколько способов вы уже для себя подбирайте наиболее вам удобный первый и на мой взгляд не совсем безопасной это если у вас есть напарник он может подержать оснастку пальцами вы немножко отходите в сторону натягивая зигрик и держите до выполнения заброса можно там самый последний момент его подбросить в избежание несчастных случаев но я это не советую и допустим у вас нет напарника второй способ сам распространенное это использование магнита специально выпускает корда так вот он выглядит но можно сделать и что-то собственноручно допустим вот я взял магнит холодильника какого-то брелка оторвал берем любой металлический предмет который можно вкрутить нашу стойку я в данном случае взял от подсадчика мы свободно крепим магнит и крючок к нему притягивается вы сможете выполнить заброс минус этих магнитов в том что при сильном ветре все-таки они бывают что поводок соскакивает если особенно сильный порывистый какие еще есть варианты помимо магнита это использовать либо гребенки на которые вы опираете удилище вы просто напросто делаете ножиком надрез и вставляете туда крючок с оснасткой и самый простой вариант которым лично я пользуюсь достаточно многие спортсмены это использование задних держателей удилище данном случае это обычно мне резиновый который не нужен я вожу всегда с собой в коробочке для зигрига мы делаем разрез и вставляем сюда нашу оснастку и если вам позволяет береговая зона да то вы оставляете его там на расстоянии зависимости от длины вашего зига чтобы зиг просто не касался земли чтобы ничего не запуталась и делаете заброс очень важно производить каждый заброс в клипсу в момент практически уже приземление грузила вы подымаете удилище вверх и по инерции его отдаете вперед в этот момент поводок выпрямляется как поступить в том случае если у вас нет возможности поставить допустим стойку в 5 метров до или вы на помосте не можете никак закрепить здесь используют либо ведро либо любую там подстилки какие-то карповые маты все что угодно главное чтобы это была гладкая поверхность на которую можно аккуратно вложить наш поводок если это ведро вы просто-напросто спиралька укладываете поводок я для примера взял обычную чехол верхний из-под карпового мата здесь самое важное положить крючок так чтобы он лежал вверх жалом не дай бог при забросе чтобы он не зацепился за наш материал и аккуратненько его укладываем все и теперь также можно производить заброс выбирайте под свои условия наиболее понравившийся вам способ и помните что обязательно заброс должен быть в клипсу на этом все спасибо всем за просмотр если вам видео было полезно не жалейте лайка делитесь этим видео с друзьями и пишите в комментариях какие у вас еще есть вопросы возможно отвечу в комментариях либо отдельно сниму для вас подобное видео всем не хвастанье чешуи пока пока Продолжение следует...